Приветствую вас. Что касается кредита МВФ. Обращаю ваше внимание, на сайте МВФ действительно размещен пресс-релиз, где сказано, что во второй половине марта может быть рассмотрен вопрос о выделении в Украине миллиардов, ну, сумма почти миллиардов. Вот там про миллиардов не описано, там написано, пересмотрена программа, сотрудничество и так далее. Ну, так красиво написано. Возможно. То есть это не обязательно, это возможно. Скорее всего, что произошло? Да, действительно, письмо о намерениях подписал президент, премьер, глава НБУ Министерства финансов. Подправили МВФ и все. А сейчас действительно как бы мяч на старине МВФ. Два варианта. Первый. Они действительно согласятся. Ну, там вы же понимаете, у нас брюкотистская структура. Вынесут на совет директоров. Или опять его повернут, завернут. Точнее говоря, надо будет еще раз переписать. Тоже возможно. Но действительно такая информация, что во второй половине марта могут рассмотреть. Не сейчас. Если же будет положительное решение, перепишут в очередной раз, это, по-моему, 12 раз, мембрану МВФ. И предоставят или не предоставят денег. Значит, смотри, какая ситуация. Я много раз говорю, что в ЗМФ он нам завязывается. Потому что мы уже с 2014 года берем деньги, и ситуация все хуже, хуже, хуже. Да, если мы даже получим этот миллиард, еще этот трейд, его можно использовать исключительно только на увеличение золота в госпитализацию. Но все там и Данилюк, и Гонтарева, и Грозьна говорят, да нет, это как только мы получим этот миллиард, сразу инвесторы вышибут двери и побегут инвестировать в Украину. Ну, нереально. Обращаю внимание, с 2014 года мы берем деньги, инвесторы не бегут. Я много раз показывал графики инвесторов, и быть не может. Есть там небольшие движения туда-сюда, но они никакого отношения к МВФ не имеют. По этой причине ожидать, что вот сейчас МВФ даст еще миллиард, инвесторы прибегут, абсурдно. Есть надежда, есть надежда, что мировой банк может добавить в деньжах. Есть такая надежда. Уже совершенно нет надежды, что правительство США даст госгарантию под наши еврообигации. Это уже такой надежды нет. Есть надежда, что ЕБРР может дать. Очень маленько, потому что он за всю свою историю за три года так ничего не дал. Обещал много раз. И еще, кроме ЕБР, ЕБР, ну, Европейский инвесторный банк, тоже обещал ничего не дал. Возвини, как право от прижимности. Евросоюз обещал вот этих 600 миллионов евро дать, но это отдельно. Это касается больше там леса и так дальше. Так что этот миллиард в контексте вообще по большому роли не играет. Ну, теоретически мы можем получить этот миллиард, нам надо миллиард погасить, миллиард погасили. То есть туда-сюда сошлись. Вот такая ситуация. Какие будут окончательные требования в новом пересмотренном меморандуме, никто не знает. Еще раз повторяю, это секретная информация. Секретная. То, что там в прессе выпрыгивало, это одни из рабочих документов. Там может быть совершенно другое. Не удивляйтесь. Да, скорее всего будут вопросы про пенсионные фонды, скорее всего будут вопросы про рынок земли, скорее всего будут вопросы про борьбу с коррупцией. Ну, это стандартный набор требований. Так что тут все останется. Но в конечном итоге, ну, что-то такого сенсационного и суперсенсационного не будет. Но еще раз повторяю, что очень может быть, что никакого кредита не будет. Почему? Трамп может восстановить. Да, формально считается, что трамп как бы напрямую не влияет. Но фактически очень сильно влияет. И на сегодняшний день действительно может быть такая ситуация, когда скажут, ребята, баста. Так что ждем, ждем, ждем кредитный МВФ. Или не ждем. Как хотите. В любом случае, я всегда говорю, что надо не на кредитный МВФ надеяться, а правильно. На деньги Астарбайцев. И значительно больше. И проще заключить. Продолжение следует...